Здравствуйте, уважаемые налогоплательщики! Здравствуйте, читатели канала Налоговая Балавайка! Ну что, мы продолжаем, у нас сегодня третий выпуск, и давайте начнем. Значит, как вы думаете, причины снижения ставки Центрального банка? Значит, 15% думают, читатели Налоговая Балавайка, что это связано с инфляцией. 9% сделать доступнее кредиты, а есть такие еще люди. 24% в интересах олигархов, а 43% написали, что истинные причины мы не узнаем. А 9% сказали, что нет правильного ответа. Следующий вопрос касается... У нас был вебинар, посвященный компенсации за использование личного имущества. И мы спросили у людей о том, выплачивают ли организации, в вашей организации производятся ли выплаты за использование личного имущества. 57% сказали, что да, это выгодно, не платить НДФЛ и страховые износы. 43% сказали, что нет, это сплошные проблемы с налоговой службой. Дальше... Вы поддерживаете идею ввести уголовную ответственность за маркировку товаров. 35% сказали, что да, будет больше качественных товаров. 41% сказали, что нет, хватит, кошмарит бизнес. 24% сказали, что все равно. Но не за это, так за другое все равно накажут. Что воля, что неволя, все равно. Дальше мы здесь поговорили про китайский вирус и спросили. Ну то есть на момент публикации было 42 тысячи зараженных жителей нашей планеты. Сейчас по другим данным, статистическим, вот сегодня я ехал, когда на работу, то уже сказали 45 тысяч. Вы верите, что китайский вирус это не фейк? Да, это все реально. 20-30% сказали. 22% сказали, что нет, это чисто экономический проект. А 48% сказали, что правду нам не скажут, что на самом деле происходит. Следующий вопрос был насчет, использует ли кто-то дистанционных сотрудников. Значит, 58% сказали, что да, они используют. Людей, которые работают на расстоянии. Кстати, один из вариантов нанять бухгалтера на расстоянии, и все документы будут у него там в Вадивостоке. Когда к вам придут, скажут, что где у вас бухгалтеринский, значит, у нас бухгалтер дистанционный, он в Вадивостоке. Еще на какой-нибудь деревне Гадюкино, и вообще фантастика. Куда они ездят, ни машины, ни самолеты не летают. Значит так, 58% сказали, что да, используют. 37% сказали нет. И 5% написали, впервые слышат. Следующий, давайте посмотрим, что у нас здесь есть, какие мы опросы организовали. Обсуждение идет насчет понижения страховых взносов. И мы спросили, вы верите, что страховые взносы у нас понизятся. Значит, 31% сказали да, а 69% сказали нет. Потом такую новость мы озвучили, что с 1 июля 2020 года будет просто проходить тотальный контроль всех доходов наших граждан. И написали, вы верите, что это произойдет прямо в ближайшее время. 35% сказали да, 15% сказали нет. И 50% сказали не сейчас, но произойдет. Дальше следующее, раскрытие нефинансовой отчетности организациями. То есть нефинансовая отчетность организации. Основная задача этой нефинансовой отчетности – это привлечение инвестиций. Значит, мы задали вопрос, к чему может привести раскрытие нефинансовой отчетности. Значит, 0% привлечения инвестиций. То есть никто не верит, что благодаря инвестициям будут, благодаря представлению нефинансовой отчетности, будут привлекаться инвестиции. Так же, как я никогда не верил, когда нам все время, все время нас убеждали, что надо вводить МСФО, международные стандарты, с одной целью, чтобы нам просто хуйнул поток иностранных инвестиций. Поэтому однозначно не в этом была задача, а просто сделать так, чтобы наш бизнес был для них просто прозрачный. Они могли просто понимать, что здесь творится в нашей экономике. 0% приведет к рейдерским захватам, 40% – к повышению коррупционного давления и 60% – к очередной нагрузке на бухгалтерию. То есть 40% – к повышению коррупционного давления, 60% – к нагрузке на бухгалтерию. Дальше следующий вопрос касается, что у нас вводится повышение налога на уголь, примерно на 1%. И мы спросили, приведет ли это к очередной волне инфляции. 57% сказали, что да, 14% – нет, а 29% сказали – незначительно. Дальше следующий вопрос был про автомобиль. Используете ли вы у себя компенсацию за использование автомобиля? Вы знаете, что компенсация у нас там 1500, и если вы видите на мотоцикле, то 600 рублей. То есть вообще кто-то это применяет? Да, это выгодно – 0%. 36% – нет, шкурка в выделке не стоит. 64% написали нечеткого понимания, как это оформить, чтобы не было вопросов со стороны налоговой службы. Значит, чтобы у вас, ребята, было четкое понимание, посмотрите мой вебинар, посвященный компенсации за использование личного имущества. В том числе я там рассказываю про автомобили. Еще следующее – собирается у нас резидентов и нерезидентов уравнять в налогах. Я спросил, а как вы считаете, будьте верны, чтобы резидент и нерезидент потели одинаковые налоги? Значит, 36% сказали, что да, а 64% сказали, что нет. Потом я поделился новостью о том, что у нас с вами Телеграм запускает свой интернет и спрашиваю, нужный нам еще один интернет. Значит, 14% сказали, что да, скоро все будет под запретом, то есть нужен. 14% – нет, все равно все заблокируют, спокойно работать с тем, что есть. И 72% сказали, что пока непонятно. Следующего года несколько регионов в России ждут налоговые каникулы. Я спросил, могут ли налоговые льготы, помогут ли налоговые льготы регионам? 24% считают, что да, будет рост экономики в регионе. 35% сказали, что уже проходили где-то послабление, значит где-то будет усиление. И 41% сказали, что это мертвому припаркам. Так что вот такое мнение читателей налогоплательщиков. Дальше мы здесь в налоговой балваке разместили обращение к мировому суде, то есть ходатайство об осрочке исполнения судебного приказа. И где написано, то есть некий господин Торохов написал, что в связи с геополитической ситуацией в стране и в мире, когда нас окружают враги, когда даже у второго человека в стране до недавнего времени председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева нет денег. И он призывает нас, граждан Российской Федерации, держаться. На данный момент я являюсь безработным. У меня так же, как и у Медведева, нет денег. В связи с чем предлагаю ФНС Балашиха Московской области держаться вместе со мной, так как у меня выплатить указанную сумму на данный момент не представляется возможным. Вот такие письма у нас пошли. Здесь же, значит, под этим письмом мы предоставили видеоинформацию, как у одного чиновника, который собирает налоги, нашли просто колоссальную сумму денег. Поэтому, кто подписан налогой Балаки, можете просто насладиться таким количеством денег, которое есть. Следующее. Значит, мы здесь выставили фотографию, где один человек стоит над водой и его держат там другой руками из воды. И написали, ну, это касается выездных налоговых проверок, и написали, вот что чувствует бабу после выездной налоговой проверки. И мы задали вопрос, у вас были случаи, когда налоговая, выходя на выездную налоговую проверку, ничего не начисляло вам? Вы не поверите. 23% сказали, что да, такое было. 18% сказали нет. А 59% сказали, это фантастика. Поэтому, в принципе, процентов 80 человек говорят, что такого просто у них нет, в этой жизни не происходило. Дальше следующий у нас вопрос. Значит, Михаил Мишустин ввел, собирается ввести прямо в этом квартале очень быстро, так называемую идею налогового калькулятора. Для того, чтобы налогоплательщик мог всегда просчитать, а какой режим налогобожения для него выгоден. И мы спросили, вы поддержите идею налогового калькулятора? 46% сказали да, 27% сказали нет, 27% безразлично. Я очень рад, что, наконец-то, наши граждане начали поддерживать премьер-министра нашей страны. Это, наверное, хороший знак. Дальше следующее. Я написал письмо о том, что ФСБ собирается или уже это делает, читает всю нашу почту. И задал вопрос, а есть ли вообще смысл защищать вашу почту? 46% сказали, конечно, надо защищать ее, потому что есть важная информация, которая может быть использована против вас. 27% сказали, что у меня нет никакой важной информации, пускай читают, что хотят. 27% сказали, да, надо максимально защищать и любым способом, только возможным. Значит, потом я тут привел пример о том, что испанцам за то, что они пошли на перекур и пьют кофе, вычитают эти деньги и зарплаты. За это время, пока они курят. И спросили, а как вам идея убрать время курения из рабочего времени? Значит, 25% сказали, что это суперидея. 33% в России это нереально. И 42% предложу включить коллективный трудовой договор. Очень хорошая идея. На этом у нас все. Был третий выпуск налоговой балалайки. Смотрите наш четвертый выпуск, который выйдет в ближайшее время. Я думаю, что будет еще интереснее. Я думаю, что, наверное, вы заметили, что с каждой недели у нас становится жить все интереснее и интереснее. Информация все становится более насыщенной. Я имею в виду, конечно, только налоги и букваторский учет. Поэтому до встречи. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...